ну слышно хорошо виктор слышно слышно сейчас я тут распечатаюсь у вас не видно что-то сейчас я открою о видно сейчас видно сейчас я тут кое-что зеленые вот так видать да 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 хорошо ну как сейчас видно сейчас я звук сделаю вот видно вот отлично какие-то новые вопросы возникли может вопросов на этих очень много накопилось скажем так года 34 вот я даже не знаю чего начать вот я просматривал ваши видео там у вас на ютюбе потом еще их очень много этих видео меня конкретно вот интересовало видео как вы проводите библеевские уроки университете вот это то что галина кубакина рассказывала что она она как-то шла заметила там листовка висела значит православные уроки изучение библии вот она пошла и значит это ее заинтересовало вот и она покаялась обратилась к богу приняла христа вот дело в том что этого не делается понимаете этого не делается наших церквях я знаю много людей которые возрождены от духа святого православия но это люди как-то поодиночке понимаете они приходят кто-то прочитал антонио сурожского проповедь кто-то олега стеняева на интернете прослушал кто-то лекции осипова кто-то просто открыл библию вот с комментариями феофилакты или святого яна златоустого и господь как-то но у нас нету церкви я имею ввиду русская православная церковь как она есть миссионерской работы благовестия как это сказано в новом завете как оно должно быть она была в древней церкви понимаете и к сожалению эту работу вместо нас выполняют сектанты вот то есть инославные христианин у которых как вы говорите есть христос но нету церкви кто сейчас благовествует вот вот тут я филадельфии живу я еще ни одного не видел православного который стоял и раздавал листовки на улице или там евангелие вот от ирана или призывал людей каяться это делают баптисты писятники харизматы вот еще какие-то протестанты сейчас много вообще каких-то новых с новыми названиями есть вообще баптистов я не называю еретиками еретики это те которые не веруют в иисуса христа как сына божия свидетели его вы есть мормоны даже мусульмане хотите верьте хотите нет вот мусульмане еще занялись миссионерская работа это еретики причем злостные еретики которые выступают против истины евангелия совращают души но они миссионерствуют кого нету православных нету даже католики появились понимаете если вы слышали у католиков есть такой орден это монахини вот не знаю если монахи называется павликиани вы не слышали нет енатий тихонович слышал и знаю вот основал какой-то священник виталий который сказал что библия должна быть это по-моему или в двадцатых или тридцатых годах я читал историю меня сердце растало как я прочитал историю этого аксенза падра это виталий у меня сердце это то что нам не хватает понимаете он сказал библия должна быть каждом католическом доме он основал этот орден они организовывают миссионерские центры книжные магазины тут есть вот я недавно ходил книжный магазин покупал там святых отцов виде на библейские темы католики тут филадельфии вот у нас к сожалению то что я смотрю на интернете что-то там появляется там лекции андрея кураева алексеевича осипова но такого массового благовестия да единственное помню в белгороде по моему там занялись миссионерской работой и данил сысоя вот они выходят с этими листовками там благовествуют это то что на интернете увидел мне кажется или в белгороде в какой-то епархии это одна епархия и в москве вот община данила сысоева больше я не слышал откровенно говоря я не слышал возвращаясь теперь вот где живу значит есть тут вот в округе живет ну русских наверное сто тысяч двести тысяч я дам легалов и нелегалов вот на этот район 30 40 протестантских церквей три всего три православные церкви большинство кто тут это крещённые православные значит из этих трех русских церквей то что я знаю вот сейчас в одной церкви есть какая-то жизнь там молитва но опять-таки нету миссионерской активности другая церковь очень слабо все понимаете очень слабо как возродить православие как возродить вот жизнь духовную на приходах я не хочу сказать что все приходы духовно мертвы есть вот я же говорю что есть какие-то единичные единичные случаи обращения есть приходы где действительно теплится молитва где действительно присутствует духовное возрождение но я не побоюсь сказать что 60 70 процентов из русскоговорящих приходов тут рпцз что я знаю в америке духовно мертвые 60 70 процентов и это я сказал митрополиту прямо открыто он так выслушал знаете на чем я основываюсь на наблюдении что я посещал много очень тут приходов англоязычные в англоязычных приходах ситуация гораздо лучше гораздо лучше знаете почему гораздо лучше потому что большинство из них составляет бывшие протестанты епископалы и католики которые как бы были возрождены до того еще как они стали православными понимаете вот вам такой вопрос вот вот я вам сейчас много информации сейчас дал как кова ситуация в россии прав ли я насчет ситуации в россии вот как возродить духовную жизнь в наших приходах вот как использовать опыт протестантов я не говорю там еретиков светили головы мормонов я веду наших братьев христиан инославных вот с которым нас нету евхаристического канонического общения так как у них нету апостольской преемственности вот есть какие-то заблуждение кризиологические вот и так далее но это бы наши братья христиане с которыми мы можем молиться если это молитвой единстве значит церквей и так далее вот какие пути возрождения вот наши нашего русского православия вот такой вопрос вот что вы сказали в первую очередь итог всему да и аминь вы правы на сто процентов это моя жизнь мой труд мои беседы только на эту тему теперь что нужно делать вот вы если зайдете на мой форум зайдите там и зарядите слово в поисковик она в первой строчке ниже храма идет в конце поисковик общий патриарх вот мне задают вопрос в университете я в разных университетах вел занятия много лет вот чтобы вы сделали видя все это будучи патриархом вот меня сегодня избрали патриархом но я дальше я даю свою программу на эту программу ополчились некоторые у меня есть программа которая вами не принимается у вас ничего нет и принимать нечего по моей программе вы не живете живет та группа людей которые рядом с нами конкретно вам чтобы понятно еще более было утвердились в своих правильных мыслей вы на моем сайте там где книги написано книги все и там открыты локом 15 том и 16 запишите так одну секундочку и опять ручку нельзя подожди да ну вот вышел ручку не взял я всегда говорю около телефона должно лежать пять примера ручек и столько карандашей я убрал вот пачка это у меня котята они растаскивают и бумаги всегда я никогда не бегаю тут у меня за с телефоном лежат они я ложусь спать а них на пол скатывает я в мешочек положил около телефона около этого места должно быть ручек 5 не меньше виктор и бумага такой порядок значит открытый локом 15 и 16 том вам будет это очень интересно в пятнадцатом томе семьдесят четыре человека нашей общины рассказывает и даже не наши общины которые ходили на занятия как они приняли христа как уверовали ну и как стали некоторое большинство изященными нашей общины я даю обратный адрес телефон и они каждый писал дома я только в конце поставил место одно писание а потом эти люди кто как пришел господу на mail.ru это сказать на моем форуме там показано кто как пришел господу и как кто пришел господу они выступают уже перед видеокамерой все говорят не 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 74 там поменьше получилось кое-кого уже нет живых и вы прочитаете вот какое у них было евангельское обращение ничего не знали или ходили к кришнаитам увидели объявление вот как вы говорите стали ходить как у галины кубайкиной это восемьдесят четыре случая которые описали восемьдесят четыре это даже кажется больше 74 это в одном только в пятнадцатом томе вы откроете там увидите в виде вопросов и ответов вот чего надо начинать и возможно ли ну если бы я был неверующий я бы сказал православие мертвого его нельзя не пробудить ничего оно быстро исчезает к примеру феофан затворник ныне он канонизирован в 1861 году то есть фактически 150 лет назад сказал еще одно два поколения и православие в россии исчезнет я отсюда делаю два вывода то есть эти выводы как бы напрашивается но раз православная церкви есть купола храмы монастыри строятся значит это был лжепророк он неправду сказал или или он имел ввиду не это православие лубочная есть очень маленькая книжечка хорошая она ну по виде брошюрки пишет игумен данилова монастыря петр мещеринов вы найдете многое на моем форме просто мещеринов указать игумен он как председатель работы с молодежью и он говорит у нас лобочное христианство какие-то спас ореховая яблочная спас один кровавый на голгофе он говорит о некоторых ошибках в православии в нашей работе я говорю немножко не так назвали то а некоторых местах где мы работаем правильно ошибку это вся сплошная наша жизнь православии вот выступает патриарх выступает у него там референты заместители всеволод чаплин вчера его несколько выступлений чаплина прослушал из интернета из ютуба только и подумаешь или совершенно неверующий человек живет в достатке и он безбожник у него ни одного места из писания нет нигде у него задача одна чтобы мы жили дальше катались как сыр в масле нас никто не трогал надо благодарить что есть обличающие в конце мира появятся два пророка которые будут карать тех которые не будут им подчиняться написано и люди когда избавиться от них подарки написано посылать будут вот эта трагедия надо горевать заранее что они будут убиты их не будет когда нет ни одного пророческого глаза это значит мертвая зона а причина какая великое согрешение царя царь озер вошел с кадильницей походить и что пока за покрыла а далее а далее бог отнял видение пророчества от всей страны откуда известно книга пророка исаи шестая глава я затоус объясняет это так в год смерти царя озере видел я господа сидящего на престоле высоком превознесенном края риса наполняли храм а почему год смерти я не знал а он шесть проповедей говорить на этом год смерти то есть виновник ушел из жизни и бог снял запрет эпитемья снята вот какая он согрешил и по закону прокаженный должен жить вне города он жил внутри города то есть нарушение на ну как царя на помойку не выбросишь это не ив многострадальный то я затоус это объясняет у нас может быть начинать надо с того в первую очередь убрать прокаженных оглашенные изведите не выполняется мы готовили фильм уже начинали режиссеру составлять очень известный режиссер он у нас как раз фильм поставил второе крещение руси или глаз вопиющего это о моей биографии этот фильм он прошел а он готовил готовит начал фильме я ему посоветовал оглашенные изведите он в первую очередь оглашенная а изведите это я должен выйти но случилась трагедия по всей вероятности он был убит и убит как полагает не без церковной мафии он ездил один единственный режиссер студии об новосибирской киностудии документальных фильмов с патриархом алексеем вторым мы были близкие близкие знакомы все мои зарубежные связи ответы письма вот взял на себя и когда он поехал в шушенская заканчивать там фильм какой-то был у него он более 100 фильмов поставил его фильма в конгрессе сша хранятся так что помните это малашин юрий николаевич малашин юрий николаевич и его нашли мертвым в гостинице это настоящий русский интеллигент он ездил с патриархом алексеем вторым задушевные беседы съемки были и весь фильм повернул как бы против патриархии и и застоя и и лживости и и предательство все это и он сделал так что как будто мы с патриархом сидим по разные стороны стола патриарх говорит я говорю то есть на одну и ту же тематику но когда я отвечал на эти вопросы я не знал что у него уже в запасе на эти вопросы отвечал патриарх алексей второй они могут опросить никак не могут по сегодняшний день так вот что у нас неправильное в православии неправильно все вот вы зайдите на опять же на youtube запишите там и там есть так название на многое что ныне видим в храме это мое стихотворение виктором савченко положено на музыку и он на гитаре исполняет и там его видно на многое что ныне видим в храме от попрошаях и лгущих у оградки до алтаря до батюшки с дарами мы допустили всюду беспорядки христос сказал кому враждующим иудеям и иудеям я не сужу что есть говорить слово а далее слова от них все холодеет судить вас будет нынешнее сказанное слово судить божье слово это 1248 евангелия тиана для православных это смертный приговор по слову божий никогда нигде никто не жил никто находящийся в полноте не будучи гонимом почитаем в православии поэтому жили такие люди которые могли быть канонизированы сразу же это григорий петров экипажи на его проповеди собирались говорит все там проспекты в санкт-петербурге заставлены были в моей книге к истинному православию часть его письма к митрополиту антонию и он говорит что у нас нет евангельского христианства есть поповское христианство монашеское которое привели привезли нам монахи и они первым делом пошли копать киевские горы они с лопатами приехали а я бы остановил все стройки сегодня все бросить на распространение новых заветов вот вы назвали свидетели иеговы идут недавно один выступал я уже говорил берестов он так известный священник или романах и он говорит кто кто именно там два берестова не знаю как если рафаил и анатолий анатолий это врач от пою такой маленький это рафаил говорит а да рафаил его там на ютюбе есть видео он старца его за старца многие считают так вот я не только о том говорю об одном предложении что количество иеговистов как он говорит свидетели иеговы увеличилась в россии в сто раз не в два не в три раза ну дальше ничего нет . и дальше другие кадры идут хорошо сказали об этом говорит дворкин александр леонидович главное сектовед как его называет но хорошо сказать то он сказал каждые две минуты появляется новый иеговист правильно а причина какая только одна что они расслышали слова христа идите по всему миру пропадать евангелие у них все до одного идут все до самого маленького вот ко мне сюда приходили но у нас у нас хорошая беседа с ними бывает вот бабушка познакомилась она я рассказывал уже вам 84 года она мне пишет белоруссии я подходила к батюшке к своему не раз и говорила батюшка там отец василий у меня вот охота знать евангелие как он как зачем тебе это агафья знать ну ты ходишь причащаешься ну что тебе еще надо то это сектанты библии изучает ну и она в этом томилась и вдруг однажды открывает дверь двум девушкам красивым хорошим и она говорит мы приглашаем на занятия по библии это она спросила так и вы что ее понимаете да понимаю так я хочу знать содержание это готовый товар она и галиска теперь конечно икону она сожгла она выбросила но у ней что то осталось еще живое и она вышла на меня и я и послал книгу к истинному православию вообразите инвалид второй группы по глазам 84 года она мне пишет мелким бисерным красивым почерком в каждую клеточку пишет может быть страниц на 10 и не менее 80 ссылок выдержек и священного писания это так который ни одного места не знала аян затаус говорит если одна душа погибнет по вашей небрежности о священник тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее потому что за эту душу умер христос и вот эта бабушка своими яговистам показала книгу они только глянули и сказали немедленно сожги и они такие же как мы такие же как мы но она горит я здесь не стал а не посоветовали то да ладно дома боишься на даче сожги понимаете я к тому говорю что если мы увидели что у яговистов так вот идет работа приобретение я не говорю что для рая они приобретают они или теки но цифра то все-таки говорит за себя и причина какая такие же люди не настолько они уже знатнее красивее и трудолюбивее нас но почему они идут все они если не может ходить она по телефону набирает любой телефон и звонит как мормоны на кладбище всех себе записывают чтобы после смерти обратить в мормоны они идут почему нельзя примет взять а зачем отстоял и иди об этом уже неоднократно говорил патриарх кирилл об этом говорил патриарх алексей реже намного кирилл говорил когда был митрополит что нужно менять тактику это у меня на форуме его полностью стоит и мещеринова и андрей кураев говорит об этом в литературной газете статья была миссионер 21 века у нас неправильный вход в церковь и церковь это знать должна и даже показать в церковь нельзя войти без христа нельзя надо уверовать и тогда стать членом церкви у нас это не главное главное квиток заплатил ли в кассе принесла ли тебя бабушка как петр мещеринов нам как ребенка прокинуть на спину разинуть ему рот зафиксировать его и положить кусочек в рот а теперь неси его домой все это колесное лжехристианство на коляске привезли хоронить на кадиллаке приехал повенчать и на катафалке похоронят все ну и на еще и на пасху приходят и всегда говорят когда не придешь все христос воскресе поют называют не прихожане а прохожане можно ли что-то делать я говорю не скрываю я в православии не был бы ни одного дня если бы у баптистов я не говорю о других там харизматах это сплошное объяснование там если бы у баптистов было рукоположенное священство был епископ свой связаны с апостольскими временами я бы дня в православии не был но в этом я вижу волю божию что господь не желает вот этого и не дает им епископа ни один православный епископ не перешел к ним за 300 лет ни один не не в одну секту священники переходили их лишали сана они дальше как журавлёв становятся у них архиепископами то есть клоуны это невозможно можно ли что-то делать раз я православный этот вопрос для меня уже не стоит я обязан делать мы делаем что делаем достаем евангелие сами не печатаем покупаем на машинах иногда на шести даже на восьми машинах выезжаем в соседние села проходим как называем прочесываем и вдоль и поперек сначала договоримся с администрации с директором клуба или дом культуры называют и там назначаем на три часа дня чтобы люди приходили перед ними тогда мы каждый дом заносим евангелие а кто приходит дарим новый завет это бесплатно все мы знаем что делать если бы я не был православным в каждом селе я бы мог образовать общину я не могу люди приезжают специально оттуда далек издалека чтобы я еще раз приехал начать у них вести уроки а мне вести некуда я обязан показать на храм я православный если бы я был баптист но у меня пять человек уже обратились я ставлю старшего сам приезжаю к ним все общенообразованно дальше они пойдут работать они хорошие люди будут работать я ничего не могу сделать я посылаю к батюшке батюшка первым делом откуда вы это набрались они приехали батюшка нам надо храм открыть у нас тут большое село никого нет вот нам приезжал православный кто он такой игнатий лапки да вы что это еретик это сектант он еще вам дал договорил отдал евангелие женщина да евангелие из рук вырывает и жгут я патриарху написал это антихристы евангелие от иоанна а на нем у нас наклеено на корочки о нашем сайте там на корочки не в евангелии не в тексте что нужно делать делать то что по крайней мере делаем мы у нас по воскресеньям заканчивается сейчас вот нет и на занятия а то так все кто желает снабжается литературой мы многое издали вот к истину православию по отдельным частям на 14 частей о крещении о покаянии лист отдельно лист они ну лист это большой газетный лист двух сторон вкладыш государственной государственном университете издают газету за наука я приспособился они издают 999 экземпляров а вкладыш 25 тысяч и мы раздаем везде то есть мы идем у нас называют свидетели его вы также да это мы свидетели и говы и гово наш бог а мы его свидетели там и говорят так вы делаете как баптисты мы не баптисты у нас баптист один батюшка баптист означает креститель у нас только он крестит у нас есть баптист это мой родной брат если говорят адвентисты адвентус пришествия дамы все до одного адвентисты первого дня недели мы ждем пришествия христа и отмечаем первый день недели это ветхозаветняя суббота она указана новозаветний день покоя воскресенье который мы получили во христе я коротко говорю вот что делать ваша вот то что вы наблюдение сделали в храма где-то как протестанты пришедшие если их несколько начинает работать это ситуации у нас а можно ли что сделать нельзя вот у нас на русском языке все библейское считается дальше нельзя голову отрубят и мы вовремя да не во время мы заранее знали дальше идти нельзя а тут нужно пути придется уже изучать песнопение только по царком на славянском даже 102 псалом вот мы нашли эту золотую середину в которой трудимся но вот это но со второго послания 318 коринфянам и говорится где дух господен там свобода для меня это эпиграф нам говорят священники те годы хорошо от вам у вас такая защита ну к русской зарубежной церкви вас местный епископ не может зарубить он не может он всякие пакости делает вызывает милицию и без священники ну не без его ведомо но дальше ничего не может он не может меня не запретить не отлучить не сана снять без батюшки ничего не может сделать и вот сейчас все уже разбрелись русская зарубежные приходы которые были на территории россии они ушли к тихону архиепископ тихон омский пасечник другие как 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 фангелю пашковский другие там антони приезжают от вас метаполита орлов я у него жил из лос-анджелеса вот а мы никуда не пошли мы остались за иларионом при первосвятителем русской православной зарубежной церкви они через тут патриархию теперь нам разрешено в этих храмах молиться и они к нам приходят службы ведут я еще до объединения до всего у нас это была четкая программа и мы сказали когда эти пять лет кончится искусственно назначенная для вхождения всех приходов патриархию а мы останемся вот это ли не будет головная боль так и есть патриарх кирилл видимо настоятельно просит изыскать пути чтобы мы влились патриархию видимо допек уже очень серьезно и имеющего ни один прокол местный епископ дмитриев максим его звать василий михайлович миру то он нам сказал хотя могу взять вертолет и прилететь даже зимой вот когда пекло даже на вертолете готовы прилететь потеряевку а тут 150 километров но времена меняются и видимо дробится наша епархия натрия его убирают отсюда и они там замолкли рабочую группу создают все это в интернете найдете увидите они ничего не могут сделать почему все признаем благодатность московской патриархии но они ничего не делают они только охотятся за теми кто делает мы терпим гонение давление невиданное со всех сторон со всех где только есть священники им наказывать не принимаете они вторгаются в библиотеке изымать книги вот человек приобрел книги купил а то у меня очень малый меньше десяти процентов издавая их мною книг продается и он на исповеди священник спрашивает а с игнатием ты не знаком это село завьялова гребенюк отец александр и он это лишь к юшкова предпринимателя спрашивает он говорит я знаком по ней книги взял у меня да взял сдай книги иначе причащать не буду они причастием играют он еще раз эти сдавать буду все он перестал ходить я после этого на дому посетил поговорили папам самое главное чтобы нигде не воссиял свет ту свободу которую мы имеем священники понимают и тогда говорили вам хорошо руководство ваша далеко и поэтому вы недосягаемо якобы для них вам хорошо ваш епископ не гробит не гнобит вас да нам хорошо я в свободе над моей свободой ни один епископ не властвовал ни один священник никогда и вот у нас после службы люди надо было мы говорим сегодня идет баптистам там половина могут пойти к адвентистам назначаем встречи мы не боимся никого православные это не одобряют но самое удивительное дело что баптисты именно к нам приходят делаются православные батюшками а у них практически не один почему это потому что они мертвые а как оживить труп нельзя оживить без христа его нужно привести ко христу однажды была проповедь она называлась так как реставрировать человека и кто ты думаешь это говорит реставратор алексей второй патриарх сия руси кого реставрировать мертвеца стань спящий воскресни из мертвых написано сын мой был мертвый ожил евангель от лухи 15 глава кефесянам 2 5 мертвы мертвого нельзя реставрировать в америке правда хородят как могут румянец навести улыбку сделать и в кадиллаке похоронить там деньги разрешают но он мертвецом остался в америке тоже не воскрешают воскрешает только христос и поэтому если вы будете вот так как понимаете в деле на практике создавать общину а вы куда создадите отдельно вы не создадите только среди церковных то они вам объявят тотальную войну во всех отношениях а это бывший баптист да мы знаем его еретик не слушайте и хотя они вас не найдут ничего плохого ничего достойного осуждения и вы не повинны они вас обвинят при том все лживо это на мне каждый день ну и какой вы никакой это жало вплоть от сатаны я хожу с улыбкой молюсь тружусь молюсь за них они гонят они гонят в одном конце села я в другом уже работаю они за мной не успеют гоняться и когда встречаются люди вот приезжают к нам которые обратились люди приняли крещение правильно вот это обмощение лбов у нас не признается за крещение но тогда священник говорит кого вы слушаете у них епископов нет священника нет они еретики она поехала он говорит икон нет но ему в семинаре преподавали баптисты самое известное икон нет иконы идолы дальше они не идут баптист они все под анафемы седьмого вселенского собора и баптисты и все если бы они не имели икон но не называли и идолами вопрос бы снят был они не могут из этого выйти у них нет как левит говорят отличайтесь священно от несвященного они нет гнушаясь идол святотатствует 222 послание к римлянам она приезжает к нам у нас епископ служит она видит что батюшка есть иконы она приезжает и начинает тому священнику своему говорить отец игорь чернодаров в село клочки или брехинского района алтайского края так у них иконы есть тамара она дмитрия познякова да это же ради вас они повесили а вы ушли они их убрали это не так завлекает только она ведь епископа да что вы епископа нет у них епископа у них был епископ они палками его прогоняют и пока он за село не вылетит они бьют и бьют его дорогой то есть они как сумасшедшие манкурты а священника нет это просто ряженый переоделся все а теперь когда вошли в это наш священник это как он говорит ряженый нас нашим епископом и с местными епископом в соборе служат вместе это все на видео на на форум у меня поставлено и на на моем листке вот здесь в моем мире то есть они не пере не перед какой ложи не тормозят почему ему преподавали в семинарии так если икон нет а он сидит записывать еретик все у него другой ямки в мозгах нет как стал женицын говорит александр еретик значит нету и священство он заранее меня занес сначала веритики а теперь все остальное что у него по конспекту он записывать ему град иконы есть как иконы есть у еретиков нет икон но ты снимет ярмой и ярлык то еретики это ты на меня навесил то зачем ты меня вгоняешь но приезжай проверь мою веру я считаю веру его единого бога полностью символ веры святых отцов признаю икону целую что тебе надо поп ему надо то только чтобы он был прав со своей неправдой чтобы евангелие там не воссияла но еще у карамазова написано это помните воссияет свет воссияет он воссияет воссияет и когда наш епископ и в тихий курочкин приехал и стала говорить ну я я спросил город вы говорили за рубежом что в россии пробуждение скажите пожалуйста где вы это пробуждение видели что храмы строят он как но как вот ваша община это капля в море какое же то пробуждение да но вы не забывайте что весь заряд то который я работал я получил то у баптистов я там обратился но они баптисты с 50 км были тогда слитые то это не надо со счетом сбрасывать то и поэтому я говорю был бы патриархом я бы тысячи училищ открыл в один день и поставил руководителями только баптистов даже которые не перешли православие но которые дали бы подписку что не будут трогать православную догматику меня этого простить не могут я говорю я еще не патриарх успокойтесь вы сами спросили задали вопрос а умираете от страха бодливой корове бог рог не дает вот виктор чтобы я сделал и что нужно делать работать мы заранее знаем вот сейчас готовим материалы нужно издавать поехать в россию и мне звонят с разных мест где мы нынче проехали ну нас повторить нельзя потому что представьте автор 38 книг ну кто напишет это у кого такая биография как у меня чтобы был родился в строгости старообрядческой семье быть православие и получить рождение свыше у баптистов получить от духа святого дары такие и теперь все это посвятить православие которые мертвы фактически я знаю святых отцов я их насчитывал и скажу что везде лгут и говорят серафим саровский сказал спаси сам и вокруг тебя спасутся тысячи ему никто эти слова не приписывал он говорил стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи говорил ли он это или нет если говорил то он ошибся на сто процентов мирный дух это не означает спасение да давид говорит я мирный мире но заговорю они к войне христос был мирный он гостя жите мир придите ко мне научитесь от меня об окроток смирен сердцем а его распяли павел не был бы мирным да он всегда был мирным значит это выражение или не серафимова или так просто я говорю покажите серафима нет современник все-таки считай пушкина но почему нигде нету ни одного обращения тысяч за то что человек мир на мирных монахов то много ни у берестов ни у кого не спасаются значит а как могут спастись вера от слышания 10 глава послание святого апостола павла к римлянам а слышание от от не от пения не от богослужения не от литургии от слова божия а словом божьим называется только святая библия и как проповедовать если не будут посланы а надо поставить бы так вот патриарх обратился он он боится патриарх пасла свои боица епископов всего боится он боится потерять свое насиженное греховное место он бы сказал если проповедь не будет налажено в течение одного месяца епископ будет снят с должности найдутся люди которые заместят его священники которые не наладят сегодня занятия по слову божию и добейтесь чтобы птицы приходили обязательно которые вас подправлять будут он будет снят пойдет на стройке народного хозяйства все как говорится сдохла собака они вот перестали мухлевать дурить людям голову православие сегодня возродить может только познакомим людей со христом а далее не просто широким рукавом махать духа святого а чтобы люди действительно получили духа святого были водимы духом святым чтобы об этом ревновали они злобились на тех которые проповедуют вот мой ответ все пошли на проповедь но победитель все не ну с этим согласиться конечно тяжело не согласиться все правильно но тут есть некоторое но некоторые но по причине грехопадение даже если вот вы идете проповедовать очень многие не хотят слышать знаете как много раз я пытался проповедовать но люди так краем уха услышали вот в сердце не пускали я еще когда помню был баптистом я проповеди билигрейма давал знаете такой билигрейм проповедник он на моем форуме стоит я его знал еще в годы советской власти когда приезжал переводчика был житков да да я его видел кстати на ямской в киеве баптистская община ямская слышали в киеве такая было я не знаю только что он масон масон высокие стипендии посвящения ну этого я не знаю но проповеди хорошие были до когда в австралии проповедовал не знаю через него дух святой действовал тогда я не знаю как сейчас вот но тогда именно 50-х годах я сомневаюсь что он масоном был потому что он такой был очень такой как бы сказать очень строго ориентирован на библию именно 50-е годы где-то так когда он начинал служение свое я говорю о 70-х 80-х годах а 70-80 я не знаю насчет масонства я не слышал ну я недавно читал про это и так понятно да но неважно главное что его проповеди мне всегда нравились но проповеди его там действительно дух святой был потому что столько людей каялась я я сам покаялся помню по радио услышал проповеди его вот я к чему говорю я к чему говорю даже основываясь на своем баптистском опыте могу сказать что большинство людей не принимают христа не принимают христа вот вы будете проповедовать будете большинство людей и не примет его таково вот насколько велико грехопадение человеков понимаете вот к сожалению это мой опыт мой опыт миссионерский большинство не примет христа черт черствое сердца у людей большинство людей многие слушают очень многие слушают даже соглашаются вот вот почти у всех есть библия слово божие почти все будут как говорится с уважением говорить о церкви вот я говорю большинство людей вот но тоже большинство людей не примет христа что значит примет принять христа это значит во первых откликнуться на призыв покаяния уверовать в иисуса христа как личного спасителя как сына божия который умер на голгофе вот который пролил свою кровь чтобы мы были спасены то что называется искупительная благодать христова и людей которые уже спасаются то есть имеют спасающую благодать которые откликнулись на призыв Иисуса Христа и спасаются вот к сожалению картина такая что даже если вот вы ездите на Вене я там вижу эти вот видео ну вот интересно сколько людей откликается и принимает Христа правда меньшинство да как правее или нет видите подсчет мы никак не можем делать потому что мы работаем в луне православной церкви у яговистов четко абсолютно понятно вчера он был не яговист ходил в православную церковь сегодня он отошел от нее все галочка я ничего не могу сделать присутствовало 150 человек из них 150 ходит в церковь то есть по нужде где-то но они мертвые я сказал проповедь я их куда направляю они не где-то пришли а ко мне на занятия в университете первое занятие 700 человек это аудитория я направляю то их в церковь встречаюсь с людьми еду в автобусе женщина одна услышала я проповедую прямо в автобусе она подошла и говорит а я вас знаю вы лапкин я говорю а как вы знаете ну я ходила на ваши занятия вы ведете вот здесь в университете правильно а сейчас почему не ходите ну вы же сказали что в церковь нужно ходить ну про я всем говорю ну я пришла к батюшке на исповеди ему сказал он сказал что ты делаешь ты не ходи больше туда никогда ну и что ну я не хожу ну а в церковь то ходишь да зачем мне это нужно если не хватит всей жизни рассчитаться то как они попы будут это делать и от 700 человек фактически ничего нет почему а я всех направляю в храм где их убьют я ничего не могу сделать мы трудимся в невыносимейших условиях которых не апостолы никто не трудился он все равно говорит училище тирана отделил отдельно начал заниматься ну считаем деяния 17 главу и далее я не могу этого сделать я направляю туда где их убивают я что должен образовать отдельную общину против священника учить я только говорю вы открываете храм я не могу по другому то езжайте к епископу который меня люто ненавидит мы приводим там всех в московскую патриархию ну и там люди обращаются единицы и они начинают работать и трудиться их сразу объявляют вне закона вне вот у нас женщина приехала из Казахстана услышала попали мои пленки тогда еще эти кассеты были она обратилась приняла крещение приезжает домой и к батюшке а она в церкви как бухгалтер Валентина Хапилина из Казахстана хорошая спокойная смиренная такая женщина поп ей сразу же объявил войну они там на дому образовывает кружок ходят люди семь восемь десять человек которые занимаются Словом Божьим и каждый раз подходит и Отец и Лефери ну пошлите к нам то он с кафедры объявляет кто будет ходить от лучшего от причастия чтобы ни один не ходил на занятия что это придумали штунда какая что ли изучать они изверги лютые волки он раздавил все она приходит одета по христиански сними платок сними платок да причастия не допущу они причастием играют везде и всюду одно он причастием играет у старообрядцев везде если ты пошел в православный храм а это не коньянский храм от причастия от лучу от авопит уже старообрядческий поп и как вы нас прошли как вы в этой обстановке можете работать а мы работаем невзирая ни на что ни на отлучение ни на что я обязан работать указывать людям путь это моя церковь это церковь Иисуса Христа это как корабль который оброс ракушками и едва едва уже передвигается оно передвигается это не доска на которой сектант пытается переплыть океан вне церкви нет спасения вот троицкий Иларион он который ближайший помощник патриарха Тихона был и так и умер считай после Соловков он как раз об этом и говорит вне церкви нет спасения мы трудимся в невыносимейших условиях но мы работаем готовим материалы как будто ничего и не было они собираются я требую суда церковного вызовите меня вызовите судите меня церковным судом они не меня судят книги проповедь ну я то что за нос судить за уши они такие же похуже слышат только они ничего не могут сделать и кто еще так трудится как вы я скажу никого больше мы в России никого больше не знаем если работают они то работают так чтобы нигде ничего не задеть ни одного священника ни одного епископа тоже Стеняев тоже Кураев тоже Осипов они нигде не затронут верхушку что епископ это главный виновник и патриарх главный виновник они сразу сметут а я об этом говорю это у меня написано на форуме написано на сайте в книгах всюду и везде главная вина их они нигде никогда не скажут пониже которого того еще могут тюкнуть маленько но и то это система они системы боятся система пожрет и перемелет все там самый хороший издоржавеет в течение года если он священником становится там они из него все сектантское самое хорошее старается вытравить полностью протравить его на десятки раз а с нами они ничего не могут сделать меня уж сколько сватывали святыли святыли священники там епископ митрополит чтобы я согласился быть священником я давно был бы епископом но это не мое поприще они меня сразу зарубят я говорю вы меня все и попрострили я неуязвимый для них они ничего не могут сделать вот как и поэтому то что мы делаем я могу это доказать и на деле мы это показываем это единственно верное трудиться в православии но в евангельском духе подвязаться единодушно за веру евангельскую это крамольные слова я говорю хотя они написаны в послании апостола Павла к филиппийцам это слова которые мне простить не могут напомните стих надо посмотреть 3.18 может быть посмотрите я могу сейчас открыть просто глянуть интересно ну так это всем веру евангельскую нужно искать по симфонии веру евангельскую ну да понимаете в чем дело я почему вас спросил я часто употребляю слова которые употребляют баптисты среди православных да они говорят то ты же не православный говоришь принять Христа ну это 1.27 послание к филиппийцам только живите достойно благовествования Христова чтобы мне приду или я и увижу вас или не приду слышать о вас только одно что вы стоите в одном духе подвязать единодушно за веру евангельской отсюда вывод в одном духе нельзя подвязаться и жить достойно нельзя без веры евангельской все отсюда и вывод даже более конкретный а реальный и а Павел нас может быть и не увидит я выжимаю из этого стиха буквально все вера евангельская значит это сектант как мы могли дойти до этого состояния там проповедовали наши люди стали а из церковного вам вон тогда слышится такое вы знаете что это за люди у нас появились они призывают жить по евангелию братья сестры вы подосестры подумайте с чего они призывают да кто когда жил по евангелию священник один в алтаре ну я скажу благочин алтайского края отец Николай Павлович Войтович там наши два священника отец Стефан и Петр наши то есть тайные ученики и он им говорит Игнатий то что говорит ведь надо разрушать это все и вышел проповедь и говорит у нас вот люди появились которые призывают жить по духу это ересь он зашел на него говорит отец так это же написано да вы что так он же митрополиту сейчас клепать на меня будет жить по духу для них это смертельный приговор я это все дорогой брат Виктор испытал я это знаю и говорю одновременно надо трудиться у любого руки бы опустился мне никакой нужды нет я работаю молюсь как Антоний потрудился встал на молитву глядишь какой-то человек смирился у нас священники приходят каются в архимандриты приезжают крещение принимают правильно они омоченые были и едут на свое место и продолжают дальше трудиться но сделать что был такой порядок как у нас они не могут они пытались это делать и говорят мы пытались ничего не получается это нельзя вышестоящие братья зажимают чтоб каноны исполнялись не раньше 30 лет руку полагать священники они не могут этого это 6-й вселенский собор 14-15 правила они нарушают его 100% везде и Никон и Аввахум все нарушают ну вот так да понимаете в чем дело что если бы православные читали Библию читали Библию как баптисты скажем ну это конечно недостижимая цель я считаю что православные никогда не будут Библию читать как баптисты вот что у меня убеждение такое ну многие читают многие читают сейчас вот зная Библию они не говорили когда ты говоришь принял Христа что ты баптист ты там уроки исследования писания организуешь ты баптист понимаете это же абсурд это полнейший абсурд потому что чтобы действительно быть православным в истинном смысле этого слова нужно знать писание очень хорошо не знать просто букву как иеговисты да не каждый стиль знает где там а знать именно дух писания ну и конечно же его регулярно читать знать где какие стихи самые важные вот и это конечно позор что многие не зная писания не зная писания будут говорить что ты что ты там баптист иеговист если ты действительно будешь употреблять евангельские термины да термины которые в библии вот но тут конечно есть и трудности есть и трудности трудности как я уже сказал то что люди это существа падшие так это Виктор я познакомлю тебя это пришел мой брат протоиерей отец иаким а я узнал да вот он илариона был не раз это из русско-зарубежной церкви иларионов послушник можно сказать вот Виктор я из Америки вот поближе садись рядышком садись вот здесь вот ты свое рисование должен увидеть да батюшка иаким да да благословите батюшка благословит да я я так узнал узнал похож на меня он или я на него он на 5 лет моложе меня да мне о вас рассказывали тут в Америке многие там кто по Теряевку ездил вот что я знаю многие люди которые так вот ну вообще с Инатием Тихоновичем общались вот в зарубежной церкви часть из них осталась вне московской патриархии под митрополитом Агафангелом и владыкой Тихоном а часть присоединилась они сейчас под владыкой Иларионом вот но ваше имя так очень часто вот как-то мелькало ну вот многие люди задают вопросы а где ж батюшка сейчас Иаким он под Агафангелом многие как бы не знают но сейчас я уже знаю так вот что мне Игнатий Тихонович рассказал в общем ситуацию как были пока мы на прежних позициях то есть вы под Иларионом да ну пока да так есть мы вспоминаем только его поминаем сейчас только Илариона только Илариона да чем дальше закончится пока не знаем что местные нас не никак отторгаются от нас и там молчат несколько раз было владыки писали что то ответ они или не доходят я думаю что не доходят по его письма наверное кто то может быть не допускает просто потому что письма два или три даже было а ответа нет обычно он регулярно отвечает обязательно если пришло письмо обязательно даст хоть краткий ответ а на эти письма нет никакого ответа ага понятно я вам скажу так даже в советское время я когда то заходил в храмы это же Советский Союз КГБ да и то благодать вот действовал несмотря ни на все что творилось понимаете Серафим Роуз писал когда он переводил проповеди Дудко этого отца Дудко который потом был сломлен КГБ и он стал сталинистом это ужасно просто я просто не могу поверить что с ним стало что Серафим Роуз это такой подвижник американский очень человек святой жизни кстати у меня вот его иконы я покажу вам сейчас отдай секундочку такое же православие уже икона вот вот видите да Серафим Роуз да да он это у них там монастырь на платинах где называется вроде там местность я знаю да это оттуда мне прислали его по моему его мощи по моему там пропали недавно я не знаю обрели ли они нетленные мощи я не знаю надо будет узнать а вот это у меня Таврион Батоски знаете такой был подвижник вот он нет я не знаю это это журнал православная жизнь 2002 год зарубежная церковь Таврион Батоски такой его вот в общине отца Георгия Кочеткова очень почитают Таврион наверное в Эстонии или в Латвии там где-то он по моему там под Ригой где-то у него скит был наверное да 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 это человек был святой жизни действительно я вот читал автобиографии его зарубежники тоже очень любят кстати Тавриона Батоского вот так я к чему говорю что Серафим Роуз говорил что когда он Дмитрия Дудко читал он плакал понимаете он перевел его проповеди и он говорил что нет благодать не оставил несмотря на КГБ на все Бог каким-то чудесным образом благодать патриархии сохранил вот несмотря на все что там было понимаете мне кажется прежде всего мы должны смотреть на наше внутреннее состояние состояние смирения перед Богом понимаете все это внешнее зарубежное московское все это опять-таки все внешнее для Господа главное это то что внутри нас понимаете этот вот сокровенный человек помните что слово Божие говорит сокровенный человек этот внутренний человек который смиренный перед Богом и вот тогда будет благодать Святого Духа изливаться а вот эти все внешние я недавно вы знаете такие вещи узнаю у Агафангела где-то на Украине есть приходят а священник там пьяница у Агафангела мне вот такие вещи говорят понимаете а почему форма меняется вроде бы зарубежная все хорошо а грех то остается вы понимаете как не называется церковь московская патриархия антиохийская а грех всегда будет поэтому я уже вы знаете вот название тут уже такие вот были люди которые отделялись всех вот мы чисто православные все 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 а потом я разочаровался я понял не в названии дело важно чтобы была церковь апостольская преемственность традиция вот таинство это все важно но главное это не название а это состояние нашего сердца чисто ли но смиренно перед Богом если непрестанное покаяние живем ли мы так как святые отцы писали как слово божие учат вот это главное а для меня я уже не обращаю московская патриархия зарубежная церковь тут есть американская церковь понимаете грех всегда будет разочарование и грех где бы люди не были не были будет грех и будет разочарование но дух святой нам дает этот мир который превыше всякого ума послопал говорит который действительно нас делает счастлив этот мир понимаете который нам дает христос и вот этот мир он не дается вот там скажем московской патриархии значит его нет а там он есть тут мне кажется все не так понимаете он дает этот мир каким-то тайным образом по смирению сердца нашего по покаянию по по силе жития нашего по силе веры веры нашей я прошел период вот даже олег стеняя вот он был зарубежником потом он назад перешел понимаете вот я с ним как-то общался он говорит я понял что главное какой я перед богом понимаете вот вот осуждаю ли я ближнего и прежде всего грех все как вот святитель Игнатий говорит что начало здоровья души это видение греха своего это не не святиной по-моему или святой Петр у меня где-то из лекции Осипова есть это вот выражение что начало здоровья души это видение греха своего и вот уже основываясь на этом смирении вот этот дух мира насколько мы его стяжали понимаете вот это действительно правильная духовная жизнь и стяжание святого духа всех даров только на основании этого смирения происходит если этого нету что бы мы там не меняли проповеды это ничего не будет а знаете почему потому что слово не будет иметь силы это будет изменение формы это все будет внешне а главное то что вот внутри но вот такие мысли хотел с вами поделиться а вообще ваши видео с вашим служением очень благодатны как вы крестите людей с погружением вот проповеди в основном Игнатий Тихонович говорит очень хорошие проповеди вот а то что я видел о вашем служении вообще мне очень понравилось вот по-моему это или с владыкой Евтихи мне владыка Евтихи очень нравится его видео с ним по-моему или это вы с ним или Игнатий Тихонович ну вот сразу видно вот владыка Евтихи такой смиренный человек вот видно сразу вот а вот опять таки митрополит Иларион я с ним говорю видно что человек действительно верующий такой вот он имеет этот дух понимаете вот смиренный дух это сразу чувствуется понимаете сразу чувствуется вот вот это самое главное мне кажется ну что вы скажете отец и Аким я хотел спросить вас вы как думаете что послужило таким вот это шагом со стороны зарубежной русской православной церкви что так быстро пошли буквально еще вчера можно сказать говорили что нет там это вплоть до того что чуть ли не признать безблагодатность московской патриархии вдруг на такое единение быстро значит все те вопросы которые ставились экуменистам как будто бы и нет ничего все это отвергли и сразу пошли с чем это связано было вы как думаете понимаете в чем дело если я вам скажу вам сейчас ну вы можете не согласиться но вы хотите как я думаю то конечно так как я думаю ваше мнение значит я зарубежной церкви уже долгое время и я значит когда это произошло это произошло в сан-франциско значит там было или собор или собрание я не знаю как оно называется четвертый зарубежный собор святителя Иоанна Шанхайского это отец Виктор Потапов говорит там его видео на ютюбе и мне рассказывали как это все было и вот 90 процентов было против 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 объединения вот там которые но Владыка Лавр Владыка Лавр он об этом молился он даже вообще не выступал за это объединение понимаете но вот мне кажется что это было воля Божия вы конечно можете не согласиться с этим вот я же говорю что я тут был московской патриархии приходит было зарубежное и я там видел верующих людей и там видел неверующих и там неверующих и там неверующих понимаете названия то были разные а суть то та же тот же грех был те же праведные люди были если они были там опять таки если мы будем опираться на название вот на название да сказать вот вот зарубежная церковь это чистая православная все обманчиво потому что я до объединения встречал такое что отталкивало отталкивало фарисейство ну многие вещи которые это самое вот московской патриархии я встречал очень людей приличных верующих с другой стороны с другой стороны мы там видим проявление куменизма да такого вот как бы неправославного там ну знаете о чем я говорю вот зарубежники были всегда против экуменизма против экуменизма вот были конечно положительные негативные с чем это связано я считаю что господь так сделал чтобы объединившись вот эти вот ветви чтобы зарубежная церковь которая все таки мне кажется более продвинута духовно все таки там же не было советизма кагабизма и так далее чтобы она она помогла здоровой части московской патриархии ведь в той же московской патриархии есть такие вот там как олег стеняя к примеру да к примеру я говорю там много очень хороших артемий владимиров например мне нравится из священников то что дмитрий смирнов проповеди я слышал по телевидению очень много там нет там нет модернизма понимаете у него вот он учит о семье очень хорошо вот ну вообще у дмитрия смирнова очень много хорошего есть понимаете и так далее чтобы зарубежная церковь смогла здоровую часть патриархии поддержать и помочь в возрождении духовному всей церкви то есть это была воля божия первое это господь так сделал это не сделал митрополит лавр эти люди они пошли молиться к мощам иоанна шанхайского тогда в сан-франциско все пошли они пошли помолились и после этой молитвы сомнений не было объединяться надо понимаете это так Виктор Потапов говорит но когда я его слушал мое сердце на это открылось на это открылось потому что я говорю что я у меня был такой период вот московская патриархия такая зарубежная значит там значит это чистая церковь там не было коммунистов все не все так просто нельзя тут черное белое и там грех был и там было а вот как иоанна шанхайского вы знаете что его судили в америке было время его внутри церкви преследовать даже святого иоанна шанхайского знаете было такое да да понимаете вот вам зарубежная церковь это то что Серафим Роуз пишет суперкорректность это тоже ересь то есть нету ничего суперкорректного везде будут ошибки человеческие у нас нет непогрешимых епископов пап и так далее понимаете вот поэтому конечно сергиянство сергиянство и вот советизм это ужасно понимаете это ужасно конечно и сергиянство это ересь вот это я об этом убежден и вот этот не то что экуменизм а синкретизм понимаете что например диалог с другими он допустим говорить об истине православия там рассказывать вот и так далее вот а синкретизм то есть это такое вот искусственное объединение с серетиками понимаете это уже другая вещь вот вот но помимо это ведь в церкви были а люди которые действительно вот никод воробьев например такой подвижник слышали был да вот я его замечательные там такие вещи я читал вообще вот такой был всеволод шпиллер он проповедовал в москве такой проповедник тот же вот александр не несмотря на то что вот там выискивают тут я его читал сын человеческий проповеди его первая проповеди мне вполне они нравились понимаете он собирал там московскую интеллигенцию хотя опять таки я говорю что многое многое действительно было плохо но как вот говорил серафим ройл святой дух оставался быть в московской патриархии несмотря на все это понимаете ну понимаете что получилось с объединением то с этим что объединение я был участником делегатом в 2003 году это в наяке было всезарубежное пастырское совещание так называемое и в 2006 году в сан-франциско я был делегатом 4 всезарубежного собора ну и на этих скажем таких ну больших соборах выступали многие и скажем что конкретно против категорического объединения почти не было только все говорили не нужно торопиться давайте потихоньку значит когда урегулируются все эти вопросы и тогда будем значит это но поспешили быстрее что из этого получилось как-то было у нас беседа с латыком и евтихием а я это и высказал я говорю что получилось то я говорю наверное сегодня получилось 4 или 5 синодов а он мне ответил отец Аким ты сильно отстаешь говорит не 5 а 12 уже синодов получилось из зарубежной церкви понимаете и друг другу я попробовал здесь агафангела и Тихона с теми поговорить что объедините чтобы это ну ни в коем случае никак нет понимаете и что получилось я сейчас закончу что не объединение получилось а разъединение я так думаю это мое мнение что добивались московской патриархии а организовывалось это все кто Путин он же полковник КГБ а было именно поставлено то чтобы раздробить зарубежную церковь и это достигли получилось ведь сколько приходов мне священники говорили мы говорят все прошли годы лишения вместе с одного котелка там по хлебку хлебали а сегодня говорят врагами стали друг другу понимаете что вот это такое получилось это объединение понимаете в чем дело что я общался с людьми которые не объединились вот ИПЦ истинно православная церковь зарубежная церковь под агафангелом еще какая-то там юрисдикция но я хочу подчеркнуть одно хочу опять таки дело не внешнем дело внутреннем насколько люди смогли стяжать Святой Дух понимаете название то можно поменять название можно сохранить старое вот но я к чему склонен считать что это все таки была воля Божия а не воля Путина почему я вам скажу потому что один Путин не смог бы столько людей убедить понимаете что вот я общаюсь с зарубежниками тут такой есть священник Валерий Лукьянов знаю я я у него гостил а так вы рядом со мной были я был вам надо будет как-то дать мой адрес когда Сергей Лукьянов 로ин он не поминает вы никуда даже не будет поминать там у него есть сын Игорь Лукьянов офис он наверно Агафангела наверное к Агафангелу и наверняке он под Илариона он никогда к Агафангелу тоже не пойдёт он как вы примерно хххххур он не поминает Кирилла и никогда но Валерpt и Лукьяна очень как вы но он только Илариона напоминает только Ольга Иллариона, да. Он страшно был против. Я знаю. А сын его страшно заобединился с Сергией Лукемовым. Да, да. Страшно был... Вы знаете эту историю, да, между отец и сыном? Вот. Но, когда вот смотришь на них, понимаете, я понимаю одну вещь. Что дело, опять-таки, не во внешнем, а во внутреннем. Насколько вы сможете смирить друг друга перед собой, понимаете? И сказать, мы вот, мы братья, мы во Христе, понимаете? А когда начинает из-за этого ругаться и все, о чем это говорит? У нас много гордости, понимаете? Я вот не знаю, отец Акин, насколько вы меня сейчас понимаете, но вот я это болью прошел все. Потому что тут столько было руганий из-за этого, столько... Одна вещь, тут одна вещь нужна. Что мы смирились друг перед другом и любили друг друга во Христе. Вот это самое главное. Конечно, я не говорю, что если епископ какой-то там садомит, что мы должны быть каким-то епископом, который нарушает все каноны. Абсолютно нет. Должна быть церковная дисциплина. Мы должны блюсти, значит, все церковные каноны, жить в чистоте духа. Это понятно. Это все понятно. Но такая существенная вещь, вот вы подумайте, если у нас нет достаточно смирения, если у нас нет достаточно любви, которой мы стяжали на основе этого смирения, даже если мы сохраним зарубежную церковь, будем без московской террористы, ну что, мы решим проблемы? Проблемы не решатся. Они решатся единственное тогда, когда мы смиримся. Понимаете? Когда мы будем иметь Святой Дух. Вот Святой Дух решит эти проблемы, этот грех, который в нас. Понимаете? А не внешние какие-то, что мы останемся без московской патриархии, или объединимся, опять-таки считают. Вот надо было объединиться. Вот ни объединение не решит, ни то, что останутся без московской, это и это не решит. А решит, единственное, вижу ли я во мне мой грех. Мой грех. Не в том, не в том епископе, не в том патриархе. А во мне грех. Понимаете? Видеть в себе прежде всего, что я грешник, я гордый. Я виноват, потому что в церкви вот такой. Ну, правильно, в себе грех. Понимаете, вот если я буду исходить из моего греха, что я виноват, вот тогда только начнутся решаться проблемы всей церкви. Вот это я к чему пришел. А будут там, я знаю, люди в патриархии замечательные, и в зарубежной замечательные. Я знаю ужасные люди в зарубежной, и ужасные в патриархии. Верно. Не название главное тут, не название. Проблемы не решатся, что вы останетесь без патриархии, или вльетесь в патриархию. Понимаете, будут те же грешные люди. Понимаете, те же проблемы. А проблема прежде всего во мне, в моем грехе, в моей гордости, в моих страстях. Вот. Ну что вы должны? Вот симфонию взять, Библию. Святых отцов. Феофана Затворника, Яна Златоустова, Яна Листвичника, Игнатия Брянчанина. Вот у меня симфония. Замечательно святитель Игнатий пишет. Ох, как он пишет. Что как надо в себя всматриваться и свой грех увидеть. Прежде всего. Так, Виктор, послушай, батюшка еще хочет сказать. Видите, у нас, кроме того, что свой грех видеть, у нас же есть, если мы веруем, говорит, в единую апостольскую церковь. В церкви есть каноны, какие-то каноны, правила, которые каждый христианин, тем более священнослужитель, обязан их исполнять. Вот. Иначе все нарушается, вся соборность церкви, если не будем мы этого исполнять. Ведь мы когда здесь, в России-то, попросили, как говорится, покровительства зарубежной церкви, это 90-й год был, это мы первые приходы были, у нас шесть священнослужителей из Омской епархии, я там служил, вышли. А причина-то была какая? Что епископ запрещал вести каноническую жизнь. Допустим, трехкратное погружение, он сказал, если ты будешь крестить, я тебя сана лишу. За трехкратное погружение. Если вы будете с людьми беседовать вечером, я вас запрещу. Все. И из этого, ну и другие там были с ним. Подняли мы шесть, вышли. Кого? Я ушел за штат уже. Других он запретил там, запрещение. А потом, ну, случайно вышли на зарубежную эту церковь. И то, что, говорит, московская или зарубежная, если бы мы были в московской патриархии, то бы ничего этого не было, то, что смогли мы сделать за эти годы. Потому что я решил для себя, я никогда больше не буду служить, церкви уже не пойду туда. Потому что, ну, нельзя делать. Нельзя, значит, а как попало делать? Это на погибель себе и другим людям. Ну, а случайно кто-то вышел. Евтихий там был иерманах. Где-то в Москве узнал, что есть зарубежный там епископ катакомбный. В Москве там Лазарь был такой. Вот. Вышли на него. И тогда уже связались с епископом Ларионом, с Марком. Они в 90-м году весной приезжали в Суздаль. Там Валентин был. Еще там, сейчас он уже покойный. Русанцев такой. Вот первое было у нас совещание. В России зарубежное. И тогда нам выдали уже удостоверение. Владыке Ларион у меня удостоверение за подписью Владыки Лариона, что мы принимаемся, значит, в зарубежную церковь. Все. После этого мы могли уже что? Организовали две общины. Общины не просто кто-то перешел, а по одному человеку, люди, которые полным крещением крестили, полностью православное у нас поселение, деревня образовали мы. Мы бы, если бы здесь, в Московской Паде, да никогда этого ничего бы не было. Никогда они бы этого не позволили. И сегодня то, что брат Игнатий Тихонович там проповедует, они злобятся. Я все думаю, а почему они до сих пор его не убили просто? Это ж могли сделать. Запросто. Везде такая злоба страшная. Против на него. За то, что идет проповедь, там миссионерство ведет, мы распространяем материалы о том, как должно канонно соблюдать в церкви. Это против. По сегодняшний день еще не могут направить в храмах полное погружение. Хотя патриарх Алексий не однажды об этом говорил, чтобы прекратить, говорит, эту порочную практику обмочения головы и обливания. Это порочная практика. А я учился, когда в семинаре, заочно было. Профессору задаю вопрос, а вот если крещение вот такое совершается, как это? Он мне сразу, батюшка, ответит, что такое крещение? Как трактуется формула таинственных крещений? Я ему отвечаю, что крещение – это таинство, в котором через трехкратное погружение в воду произнесем слов во имя Отца. Аминь. Человек умирает для прежней греховной жизни, возражается к новой жизни во Христе. Он говорит, аминь. А остальное, говорит, все – профанация. То есть, если человек без веры приходит и неполное погружение, это, говорит, профанация крещения. А Кирилл Иерусалимский говорит так, что если даже, говорит, человек крестит, а человек, который пришел, не верит в силу этой благодати, то, говорит, крещение, говорит, не совершается. Это, говорит, обман. Это, говорит, святой отец, Кирилл Иерусалимский об этом говорит. А у нас ведь как, пришел, главное, что? Заплатил квитанцию. Оно и по сегодняшний день московского. Заплатил, заплатил. Проходи, становись. Тут же. В 88-й год я служил в Тюмени. И по радио идет там репортаж. Вчера, говорит, было дано задание корреспонденту радио там в Тюмени сходить в Знаменский собор в Тюмени и совершить таинство крещения. Как это? И вот он рассказывает, как это было. И что, говорит, ох, после этого, говорит, у меня стало только тягостное такое, говорит, состояние, говорит, душевное. Что было? Батюшка что-то говорил, я, говорит, ничего не понял, что-то потом, что-то, говорит, наклонись, наклонился, помочил голову, что-то, говорит, помазал, сказал что-то, я ничего не понял. Понимаете? По поручению можно получить, поучаствовать в таинстве. Что это такое? Вот это, это московская патриархия. Я не знаю, может быть, и в зарубежной где-то так делается. Ну, это невозможно сегодня. А сегодня войти туда я должен точно так же все делать. Я уже говорю, если только и случится, что если нас все-таки как-то сдадут, как казаков за границей там это сдавали советским, нас сдадут, московскую патриархию, то я уже не, я просто не смогу священнодействовать там, потому что уже то, что делать, как это делать, я не смогу. Вот все. Отецетив. Да. Если, конечно, действительно, епископ московской патриархии будет вам запрещать правильно крестить, катехизировать, запрещать, проповедовать. Конечно, к такому епископу идти не надо. Это епископ, который нарушает Евангелие. И по православным канонам вы даже обязаны к такому епископу не идти. Вот. Но у меня такой вопрос вот возник. Неужели это все епископы такие, которые вот так вот... Всех. Всех я не знаю. Всех. О всех мы не будем говорить. Россия очень большая. Всех я не знаю. Но знаю не одного. И знаю, что это повсюду. У меня много священников. А владыки Евтихи, я слышал, его очень хвалят тут. Ну, владыка Евтихи, это и значит, его епископа сделали, в общем-то, по нашему прошению. Можем так сказать, что мы хотатаяться о том, чтобы его сделали епископ. Мы вместе с ним начинали службу. Даже не вместе, я раньше. Он был и под яконом, а я уже священником. Когда руководительный священник, он меня водил, там это заводил, выводил там в алтарь. Я-то не знал ничего. У меня просто, я, говорится, пришел-то со стороны, сказать, на служение. Вот. Поэтому, а Евтихия не надо равнять с другими. Это, ну, скажем, такой уже единственный экземпляр такой, который не стяжательство, не серебряник, там, и простой в общении с народом, там, я как-то приезжаю в Ишим, а где владыка? А вон он, говорит, а он на соборе на крыше, один кроет крышу железом, спустится, сам прицепит лист железа, потом поднимется, на веревке поднимет, там его клепает, сидит, епископ. Это епископом же был. Вы фильм смотрели, Лунги на остров, такой фильм? Конечно, конечно. Я его назвал всероссийское обольщение. Понимаете? Я кого батюшек спрашиваю, вы хотел бы, чтобы у тебя было не один, а сразу десять таких Анатолий? Он говорит, ой, господи, сохрани, нет, не надо. Батюшка, позвольте, вот я на Виктора или твой вопрос отвечу. Вот почему произошло объединение столь стремительно? Вы указывали причины, но причины эти внешние. Дело в том, что народ на это согласился. Согласились священники, приезжали, то другое, когда бы против был весь народ, никакого объединения не было. Об объединении речи не шло, а только акт канонического признания. Это вещи абсолютно несовместимые, что объединение. То есть мы признаем вашу благодатность, вы нашу, можно приезжать им у нас причащаться, а нам у них. Почему? Будет случиться кто-то. А ответ очень даже хороший. Мы его найдем в ответе самих людей. Причина вот какая. Я немножко истории возьму. В апреле месяце, я не могу назвать цифру какая, ну может быть там первый, второй, третьего апреля, вставки Гитлера 45-й год. Это воспоминание одного из его генералитета. когда произошло, говорят, совещание, ну все уже распределяют, знают куда, кому, он остановился и сказал, итак, господа, война проиграна. Вот эти слова его, два слова, война проиграна, произвели во всех нас, говорят, столбнях и шоковое состояние. Если бы это кто-то сказал Гиммлер или кто, все бы достойны были смерти. Но это сказал Гитлер. Большой человек, ум, тем более, всю эту кампанию он затеял. Так вот, у зарубежной церкви как раз вот этот момент наступил, когда нужно было выйти и сказать, война проиграна. Война с патриархией, все остальное. Смысл-то еще в общем. Люди очень много стали приезжать и из стран зарубежья сюда и туда эти. А запрещают по-прежнему причащаться. А некоторые стали просто причащаться, приходить, приезжают к родственникам, а родственник близкий человек, ну близкий просто. И говорит, даже священник, вот тут священник один там, и он не может с ним вместе присутствовать. А по какой причине-то? Даже на бытовом уровне, знаете, как старобрядцам с новообрядцами. Это же было при Анастасии. И люди уже стали помалу, сами приезжая, причащаться. Они увидят, все расплывается. Это я уже ни одного священника зарубежного слышал-то. Если не было бы объединения, практически это слияние произошло бы стихийно, почти полностью, в ближайшие лет пять. И поэтому у них выхода никакого больше не было. А им сказали, а сейчас это почетное объединение, мы разговариваем как на равных. Не так, что наши меньшие братья или как-то на равных. Мы признаем все ваше рукоположение, а до этого, как с Синяева перерухополагали, этого не будет. У них выхода не было. Если считать, вот я считаю, допустим, согласен с этим, это было решение правильное, правильное для всех. Они ничем не отличаются. Я много колесил по Америке, очень много ездил. Когда в Синодии меня спросили, ну и как понравилось? Я говорю, а что может нравиться? Вы такие же, как Московская патриархия. И для вас хорош только тот, кто ругает Московскую патриархию, признает ошибки. А вы свои-то не знаете? Вот повезут меня в другое. Приехал я из Сакрамента. И меня в Синоде, в Нью-Йорке, опять спрашивают, ну как, понравилось? Я говорю, все одинаково, вы ничем не отличаетесь. Я что понравилось, сказал только один раз, когда пожил в Жордан-Вилле. По-моему, встают рано, ночные молитвы. Тут меня не захватили. Вот тут да. Так вот, у них выхода никакого не было. И поэтому решение Лавры, когда они, может быть, келейные где-то собирались, что будем делать? Вот Евтихий, почему так говорил, а потом переметнулся, они им представили статистику. И статистика была ужасающая. Вот эта ужасающая статистика, она была еще озвучена митрополитом Виталием. Прошло, говорит, столько времени, говорит, нам говорят 3 миллиона. Он говорит, от 5 до 7 миллионов было в эмиграции русских. Так это же, считай, государство. А что, сейчас, говорит, у нас не более 300 тысяч. Это я был в 92-м году. Куда остальные делись? Ассимиляция, браками, смешанные браки с католиками, с протестантами. И всегда, вот у нас даже сейчас здесь есть, выходит замуж, она уходит. Мы теряем. Мы точно так же теряем. Мы на нет можем и зайти. Почему? А мы не можем, у нас в практике, никого к себе не звать. Вот у нас поставлено в условии, никого к себе не приглашать и не звать. У нас дверь запирается на богослужение, и часовой еще смотрят, чтобы никто не проник. Почему? А потому что мы против всякого такого движения, ложного раскола, как называют, и люди, не признавшие Христа, легко вливаются. У нас этого нет. Уверовал, просится, тогда мы примем. Сознательно принял крещение. Так что причина объединения была самая прозаическая. Они ничем не отличаются. И когда у нас ставил выбор, сейчас вот, мы подмосковской патриархией, я заявляю, во всеуслышание, никогда не будем. Никогда. Это невозможно. Это все равно, что сказали бы добровольно, согласитесь, чтобы вам оторвали голову. Потерять веру. Ну а что дальше вы будете делать? Да, выход был к Агафангелу, пойти к Пасечнику, к Тихону, к Антонию Орлову. Но они ничем не отличаются от московской патриархии. Также влепились в эти мощи. Канонизации вот эти. Какие канонизации? Написано, никак не судите прежде времени, доколе не придет Господь. Мы же считаем об этом. Никакой канонизации нет. Все это антихристианские явления, они полностью поглотили всех. И чисто по-евангельски жить сегодня мы должны вернуться не по-старообрядчески, как они старообрядцы, а мы старого обряда. А с чего взяли старые? 988 год, исходная точка. Да самые старообрядцы сегодня баптисты. Они пытаются по-евангелию восстановить, какой был обряд в ветхозаветное время. Вот это правильно. Только они забыли, что крестное знамение уже было. Это по житьям видно. Так и здесь. Наступил момент, когда нужно сказать, как сказал канонизированный в Латвии Гитлер, Адольф. Война, господа, проиграна. Так, собираем чемоданы и кто куда. Я еду в Парагвай. Все. Так что удивляться никак не надо. Никого не надо осуждать. Это естественно. Но мы не нужны никому. Вот такие, как мы есть, нам никто не рад. Епископ нашей Пехи прямо сказал, он с нами был 13 лет, он терпел нас. И это чудо, что он нас до конца терпел. Он терпел. Из-за этого терпения да воздаст ему Господь Бог. Но такого епископа-то больше нет. Мне один священник говорит, вы знаете такого епископа? Хоть одного, который не брал бы поборы, последний изымая, от общин. Я говорю, знаю, кого? О, Евтихий Курочкин. Он в самой неприглядной бедности жил. Но она сияющая перед Богом была. Он нас не задавил. Я им, когда у нас случилось, вот мой день рождения праздновали, и как раз это на престольный праздник Крестовозвиженского община, духовного рождения, я ему сказал, ваша заслуга, Владыка, в одном, что вы не сожрали нас. Это ваша самая большая заслуга. Игнатий Тихонович, я вот видео смотрел, вы с ладыкой Евтихием там, вы говорите, что вы вот одного епископа сейчас ждали, не дождались, ушли. Знаете это видео на Ютюбе там? Да, я знаю. А там еще были мы в Омске. Да, в Омске, в Омске. Но вот я смотрел на Евтихи, и вот мое сердце трепетало просто, ну не знаю, вот я видел просто, что это действительно верующий человек. Я не знаю, вот такое, знаете, внутреннее чувство. Как вы знаете, иногда смотришь, такое напыщенное, такое вот лицо, ну сразу видно, что не то. А вот тут действительно видно, что Божий человек. Вот действительно как-то открылось сердце сразу. Вот я посмотрел на это видео. Ну и я еще о нем слышал тут, в Америке, о Евтихии, очень много, что действительно... А вы знаете, этот был, они сейчас как о Фангелу, там был монастырь женский. Знаете, о каком я говорю монастыре? Да, матушка Александра Чернявская. Да, да, они в Одессу сейчас переехали. под Одессой, там они недалеко. Да, да, да. Мы имеем... на Ютьюбе об этом... Свято-духов монастырь, кажется. Я не знаю, как мы... Она присылает мне, мы так общение имеем, письменное, она всегда там с Рождеством обязательно поприветствует. Да, была она в Потеряевке, приезжала. Я ее обидел там сильно. Но они очень приятное такое впечатление производят, я не знаю, вот, фильм сам. Потом это там поет, это у Владыки Агафангела, там один, отец Мефодий на гитаре играет, тоже где-то там. Не помните такого, нет? Нет, Мефодий не знаю. А у него песня есть о мученике вот этом вот Иосифе Муниси, которого был замучен. Убитый был, который, да? Да, да, да. В Греции. Кстати, Гатий Тихонович, что вы думаете за Иосифа, за убиенного? У меня это все в книгах отображено. Ты любую книгу теперь скопируй, там заведи Муниос, и ты увидишь, я полностью его книгу, о нем написанную, большая красочная книга, разбираю постранично, как никто не разбирает. Она вот у меня лежит тут. Вот, обольщение. Обольщение, как другие говорят, близко знавшая связь с оккультным миром. И вот эти все, что теперь ему там накручивают, это здесь и Родионов, Женя, у них все. Все это дела мертвых, дела мертвецов. Нам заповедано одно только, облечься силой Духа Святого, идти и благовестовать миру. А они только раскапывают нетленные мощи теперь, или, а вот какой Серафим Роуз? Только посмотришь и думаешь, дом умалишенных. Другого даже нет ничего. У Иосифа Маньоса, почитайте, как он мощает, от 120 у него человек, и какие запахи. У него веры евангельской на понюшку даже не было. А он зашел, а в то время там епископ Платон, и он услышал, ему понравилось, он спросил, а ты не хочешь еще приди? Приди. У него веры у него вообще не было. Это все, что на него сейчас гонят, это так, в горячах. Да неужели это можно сравнить, как у храпов, там у баптистов, замученные, которые были сейчас, вот, свидетельства в вузах, баптисты поставили фильм. Ну, что это, про это говорить-то? Россия еще, Русь еще жива, сейчас фильм такой поставили, про этого поет, стонет роман, яромонаха Матюшин. Вот на днях мне его дали, я посмотрел, только одно слово, сплошное стопроцентное обольщение. На болоте где-то сидит, к нему уже там идут, а в это время баптисты, да, сказать, яговисты, парами-парами идут по всему миру. Они туда в болото теперь залезли. Веры-то нет никакой. Потеряв Христа, люди мыкаются, ищут живого среди мертвых. Это мертвая религия страха и смерти. Они не знают Христа живого, облагораживающего, дающего бесстрашие. Главная болезнь в православии, если не знаете, запишите. Я это получил от того, кто сидел за веру православную шесть раз. Краснов Левитин, историк православный. Он говорил, все государство поражено трусостью и корыстью. Корыстью и трусостью. И этим больна трижды моя родная православная церковь. Даже вот разговоры все в тихие, мы видели, как он, я рассказал, мы у него были, не могли даже, как он сразу восстал. Я сам у него был, ждал три часа. То есть у Евтихия сегодня главный эпиграф нигде никак ни слова, ни сказать, ни в полслова против московской патриархии. Что угодно там будет, он нигде не поднимется. Его оттуда выгонят, и у него ничего нет. Неужели вы это не чувствуете? Даже вы, говорит, я смотрел, да, он верующий, но сегодня над ним давляет всеподавляющий страх, который в него вжился, он даже этого не понимает. Я его не судить, сказать, как вот, когда началась свобода, то американская одна спросила, русская, почему вот это напечатали? У вас что, цензура такая жесткая? Она говорит, цензуры нет. Она говорит, нет. Вас вырастили, выпистывали в этой цензуре, что он в центре внутри тебя сидит. И ты знаешь, что не она печатает, ты заранее это не пишешь, и все. В моих книгах, 38, у меня нет ни одной строчки под страхом написанными. Я все говорил так, как говорится в Писании, что подсказала моя совесть. Ни одной строчки, ни под водительством брата, мне контроль он не стоял. Ни епископ мне под язык не залазил. Поэтому эти книги, они на столетиях вперед шагнули. Вот причина какая. Страх и корысть. Игнатий Иванович, а что вы слышали за Иноков Севолода Филиппе? Вы ничего не слышали? Слышал, я о нем тоже говорил. Я посылал ему книгу, он мне прислал, где здесь. Он много был в Японии, у него книжка стихов такая. Его книжку стихов я по стихам разбираю. И все ее книжки я мог взять только, кажется, половину, или один куплет взять, который по-евангельски написан. Он как этот Матюшина, роман, который напевает все это, песня стонет-то. Ему все, лужи, купола, кладбища, журавли, все, тема окончена. Хотя талантливый. И этот пишет, а у этого таланта нет. Он здесь полез со своими талантами, а тут объявили сразу бойкот, его начали травить там женщины, как его видели, где он там снимался, кто говорил, я в курсе абсолютно всех дел. И это может быть абсолютная стопроцентная ложь. Его осадили. Я в общине сразу объявил. Севолод в большой опасности, вся община на колени. Мы его взяли на руки молитвы. И буквально после этого ни одной публикации про него не было. У нас очень, Господь дал, дружная семья в общине, молитвенная. Мы все объявляем на молитву. Я его знаю, родителями его поставил книгу, но получил ли, ответа не было. А он везде и в прозе себя отметил, и глядит, ни одной живой проповеди у этого Севолода нету, вообще нету. Он где-то среди кладбища, там фотографируются постаменты, вот ему там у него соседеть и засохнуть. Вот у меня любимый был, это Яр Николаевич Пести. Вот проповедь. Да, это проповедник Баптист, да, я о нем очень много слышал. А может и не Баптист Пести? Он приезжал, знаете, где он был? На Пухово, вот когда он приезжал в 89-м году, в 88-м на тысячелетие. Тогда моя жена крестилась на Пухово, Пуховская церковь Баптистская. А я крестился в 89-м. Он там был, он проповедовал Ярл Пести. Лучшего проповедника не знаю. В первый же вечер, когда я уверовал, в 62-м году 27-го сентября в 17.00 я услышал его проповедь по радио. И когда меня судили, у меня было 136 часов его проповеди. Притом, прямо полученные из Стокгольма. Мы колесили по всей Латвии, где его друзья были. Потом я с ним переписывался, он попросил мои проповеди, я ему послал мою книгу, они читали там все вместе, для слова Божия нет уз. И вот дети тут в Москве трудились. По сегодняшний день, да, у него были заскоки, там есть такие, юридические, прямо о том, что ангелы совокуплялись с людьми, говорит, ну, сыны Божьи, на сыновь, дочерей человеческих, где видели. Он понимает, что это ангелы. Ну, то есть такие, но это такие незначительные моменты. Я однажды в вагоне включил с собой был магнитофон, его проповедь, а человек слушал посторонние, он говорит, знаете что, вот я поверил, что он верующий, но я не верующий. Однажды с моего занятия в университете, я шел с новыми людьми, и мужчина один шел, и такой восхищенный, такой на меня смотрел, и говорит, вот сегодня я уверовал, по-настоящему. Я, конечно, как проповедник, я внутренне, ну, что скрывать-то, порадовался, но он предложение не закончил. Он говорит, я сегодня поверил абсолютно точно, что я не верующий. Я до сегодняшнего дня считал, что я верующий, но это тоже шаг. Сначала нужно было это ложное, лжеправославие разрушить в нем, и теперь начать снова строить на евангельских основах. Инатий Кенович, можно отца Якима спросить, я хотел вопрос им задать. Отец Яким, какой из современных подвижников у вас самый любимый из православных сейчас подвижников, проповедников? Проповедников? Ну, у меня... Не включая Игнатия Тихоновича. Ну, да, конечно, я его, что уж включать, он включенный здесь у меня всегда. Но, кого я знаю сегодня из близких таких проповедников и... Которые близки вашему сердцу. Да, это в Абакане служит священник отец Геннадий Фаст. А, не, ну, это я знаю. Вы знаете, что я имел в виду? Больше. Был у меня еще один, он покойный уже, через которого, в общем-то, я в священство, он меня привел, отец Александр Пивоваров. Но он в 2006 году погиб. Слышал таком, я слышал это. Это был, он гонимый в советское время, он даже сидел, его там по ложному объявлению посадили, он два года отсидел, наверное, даже, за распространение священного писания. Так было нельзя, это еще были, это где-то 84-й год, 85-й, он где-то тайно там нашли, печатали новые заветы, и он распространял, его за это посадили. Сидел за это. Молитвенники, молитвословы, тогда не было ничего этого, все тайно, подпольное только делали, там перепечатывали. Вот такие были, ну а так я больше не знаю, я редко куда выезжаю, больше у нас, мы живем в деревне, труд физический, труд крестьянский, молитва две общины у меня, вот я через воскресенье, скажу, вот сегодня ночь я в дороге был, ехал сюда, завтра ночь опять домой еду. Так, прости-ка, Виктор, там не жена у тебя мелькнула рука, ну-ка посади ее с собой. Она спит уже. Нет, нет, это моя рука. Ну у вас уже, теперь второй час ночью идет. Да? Ну да, 12 часов, ага. Это моя рука, это кот лежит тут. Я сейчас покажу. Поэтому-то таких, каких-то известных, таких уж подвижников, я не знаю. Подвижников. Ну, я что имел в виду, вот, из святителей, скажем, вот есть Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Амросий Оптинский, Силуан Афонский. Я имею, вот кто вам... Больше всего мы, конечно, Феофаном Затворником пользуемся. Вот. Ага. Вот. Больше всего толкование приема блаженного феофилакта, болгарского. Часто проповеди... Чудесный. Чудесный кот. Да. Читаем это. Более на каждом почти богослужении мы обязательно одну-две беседы читаем там, ну, не полностью, а там часть беседы Иоанна Златоустова. Это обязательно у нас. Почти на каждом богослужении кто-то чтец считает, рукоположенный чтец, или я. Там бывает одну-две беседы Иоанна Златоустова пользуемся. Вот так. Такой у нас порядок. Так, Виктор, если ничего нет, давайте расставаться. Мы уже сегодня перебрали норму. Ага. Хорошо, ладно. На неделю расстанемся. Так, а вы у вас, у вас кто самый близкий у вас там, у кого, батюшка? Может, я знаю у кого? С кем вы имеете общение? Ну, тут есть Вадим Арефья. Вы слышали такой, нет? Вот нет, я не знаю такого Вадима. Вадим, он, может быть, в те годы был дьяконом, да? Нет? В Бруклине? О, тогда я знаю его. Он как-то день подсветил нас. Это в 2003 году он по городу нас водил там все это. Который занимался пьяницами бездомными. Да, да, да. Да, да, да. А сейчас он же священник. Да. Он говорит, что когда была трагедия в торговом центре, а он работал вроде бы там. Буквально, говорит, за несколько минут до трагедии ему кто-то позвонил, чтобы куда-то вызвали. Я, говорит, убежал. Буквально, говорит, там небольшое время всего. И тогда обрушение случилось этого дома. А когда вы еще в Америку приедете, отец Экин? Ох, что вы. Это не так просто. Я же ездил тогда, как на собор, на совещание. Потом я один раз приглашал отец Виктор Потапов. Был я у него в гостях вот три раза. Все. А так я как поеду? Если кто-то пригласит, то тогда можно уже ехать. Ну, я приглашаю. Да, это тяжело. Я хотел от Олега Стеняева пригласить. Очень тяжело. Сейчас у них фондов нету. Я с митрополитом Иларионом говорил. Вот. А ведь такие проповедники нужны, конечно. А вы с ладыкой Иларионом как-то часто бываете, общаетесь? Да, я раз в месяц где-то ему звоню. Мы любим, так он любит с вами поговорить. А вы не могли бы как бы сказать, я сейчас вот посылаю ему письмо нашей протоколы годовых собраний как отчет делаю ему и небольшую там приписочку делаю. А вы не могли бы так между словом сказать, я вот разговаривал с отцом Акимом там и они как вы думаете, чтобы намекнуть как-то, как их состояние? Он говорит, что он только считает, что под вашим мамофором находится. А конкретно вот как вопрос поставить, можете сказать? Вот, слово в слово скажите, что ему сказать? Ну, скажите так, что я разговаривал, скажи, общался по этому, ну, как назвать, по компьютеру там с отцом Акимом вот, из Барнаула. Вот. И они говорят, что они находятся под вашим мамофором и желают всегда так быть. Как это, Владыка, возможно им так быть или нет? То есть, московское... чтобы это я спросил, да? Ну, да, как-то скажи. Он меня, скажи, спросил, как бы я вас спросил, спрашиваю об этом. Как вы? Если это, если будет это, ну, для вас, как сказать? Нет, это абсолютно нормально. Нормально. Ну, и спросите, скажи так, как будет? Хорошо. Он уезжает в Австралию сейчас? Я буду с ним после 6 февраля говорить. Ну, хорошо, после 6 февраля. Он уже в Австралии, по-моему. Он уже в Австралии. Мне тогда, может быть, письмо лучше в Австралию направить, наверное. Или я... Ну, все равно, как ты... Вы хотите свой, вы хотите свой статус узнать? Вот, как он считает вы, как вы, да? Да нет, ну, статус-то мы сейчас знаем. У нас не было никаких указов, ничего, мы как были и есть статус, я знаю свой. У нас не было никаких указов. Никаких не было. Поэтому мы остаемся так и... Насколько мне известно, что все приходы зарубежной церкви, которые на территории России, после 5-летнего периода, они должны перейти под управление епископа, который непосредственно находится под патриархом московским. Нет, там было не так. За 5-летние они должны влиться в этот. Но насильственно это не делается. В прошлом году у нас было, мы постарались встретиться с местным епископом, написали ему, но с ним встретиться не так просто. Нам с губернатором легче встретиться, чем с местным епископом пообщаться. Мы можем к мэру города попасть на прием, договориться, как-то записаться, а к епископу это очень трудно. Мы написали, что постарались, так он сделал, что вызвал Евтихия сюда, попросил, а тогда Евтихий был как еще наш епархиальный. Там он как опекал зарубежные приходы в это. Хотя он был уже епископ домодедовский, но был поставлен опекать еще зарубежные приходы. были мы в епархии, вместе там богослужения проводили с епископом и создали рабочую группу, чтобы эта рабочая группа рассматривала, как нам безболезненно лучше влиться в местную епархию. Но встречи было только две. У нас одна встреча и у них одна встреча. И на этом они в одностороннем порядке прекратили встречи. И все. И больше вот уже год никак. Хотя за это время ихние священники по благословению епископов, я когда приглашаю их на престольный праздник, приезжают ко мне служить. Они меня приглашают к себе служить. И когда они приезжают ко мне служить, то мы тогда, я ему говорю, он поминает тогда патриарха поминает, местного епископа и владыку Илариона он поминает. Ну вот я вам скажу, что отец Мы не против этого. Отец Валерий Лукьянов уже пять лет прошло, но он патриарха до сих пор не поминает. И мы не поминаем. Мы не поминаем. Мы только Илариона поминаем. Я хочу сказать, никогда он нашим господином патриарх не будет. Вот в чем смысл. Но это ваша, конечно же, проблема. Мы владыке Илариону пять лет назад посылали прошение, чтобы нам остаться как зарубежное. Он ответил так. Ваше я получил прошение. Значит, во сколько возможно в моих силах я буду помогать вам. И все. и больше. А, вы хотите, чтобы я спросил, чтобы я спросил насколько вот то, что он сказал, насколько оно может действовать, да? То есть мы остаемся пока под его омофором. Вот так вот. Дело в том, что когда они говорили о том, чтобы влились и прочее, они проигрывали все варианты, кроме того, которые мы заранее избрали для себя. Признавшие благодатность московской патриархии, все вошли в нее. Не признавшие, по разным юрисдикциям разбежались. А мы остались прежними. Мы признаем и не вливаемся. У них этого не проходили ни в академии, ни в семинарии. У них одна ямка в мозгах-то. Им вот это преподали, что если икон нет, это еретик. А он заранее навешивает еретик, значит, у нас не должны быть иконы, а они есть. И такой священник к нам после стал ходить, ну, посадили его. Я говорю, ну ты вот людей натравлил, что икон нет, Божью Матерь не признают. А теперь к нам ходишь и молишься. Ты, отец Владимир, знал, что ездит, знал. А как, что натравлил? Для чего? А чтоб к вам не ходили. Они безбожники. Вот. Понимаете, поэтому мы так из всех приходов зарубежных, которые были в России, остались только на прежде, только наши два прихода. Вот моих два прихода. Остальные все, кто в московскую патриархию ввелись, кто к Тихону, кто к Агафангелу, кто там к Антонию, еще там кто-то есть. В общем, разные все. И нас насильно они не делают никак, не могут это сделать. У нас своя регистрация. Должна быть как-то указ. Или от Агафа Илариона, там, что он если даст сказать, я отказываюсь от вас, вы мне не родные дети, идите куда хотите. Или что-то, понимаете? Тогда это будет президент за 2000 лет. Впервые, единственный, когда епископ ни в чем не повинную пасту со священником сказал, идите куда хотите. Они понимают это. Я тогда еще говорил, 5 лет назад, это для них головная боль, не для нас. Вот. А местные они, никто ни патриарх, ни епископ на нас не дают. Мы нигде не нарушаем, никаких канонических правил не было. Не было принято на соборе, что если кто не вольется, то их считать там юридиками, этого не было. Понимаете? И то, что о зарубежных приходах в России ни на соборе, нигде слова не говорилось, что эти будут, что вливаться там или что, не было. Это уже там где-то как говорится, подковерно это было. Закулисно. Закулисно сделано это все уже после было принято. А на соборе, на четвертом, все зарубежном, я был делегатом, весь собор был. Этого не было разговора даже, ничего. Шло разговор о каноническом общении. Только и всего. А вы были на том соборе, когда пошли к мощам святого Иоанна молиться? Не были там? Нет. Ну как? Ну был я. Конечно был. Ну пошли, это не все там пошли молиться. Это все куда там? Там небольшая совсем эта подземная церкушечка, это маленькая. Там пошли, вы знаете, епископы одни. Все-то и не ходили туда. Собор там был, священников-то сколько было? Там я не знаю, ну сотни-две-то было, наверное. Священнослужителей, епископов было сколько. Ну я вам скажу одно. Вот я, вот Виктор, ну, о Викторе Потапе очень много знаю. Виктор Потапов такой. Он по голосу Америки еще был Виктором. Я вот помню, конфликт был в 97-м году на Святой Земле. Вы не помните? Из-за монастырей. Там московская патриархия забрала у зарубежников что-то. Да, да, да. Палестинская автономия была на стороне московской патриархии, так как это российское государство и так далее. Но Виктор Потапов сейчас, он был сторонником объединения, вы знаете, да? Он в последнее время, а раньше у него книги, мы еще сейчас, у нас есть, молчанием предается Бог. Вы видели такую маршурку? Категорически против. Было. Вот. Но я Виктору, понимаете, я Виктору Потапову доверяю как человеку, я знаю, это очень хороший человек. Хороший. Он помогал, например, деньгами отцу Вадима, Рефьеву, дом трудолюбия, там, Бруклини. Он многим помогал, помогал и помогает, многим, это мы знаем. Совершенно правильно. Вот. Значит, воля Божия в этом какая-то есть. Я не знаю, может быть. мы усмаем, конечно есть. Потому что просто так столько людей вдруг согласилось, просто так это не бывает, понимаете. Но. Я лично человек, я даже не священник, я чтец, я вообще никто. Поэтому вы гораздо больше знаете как священник, чем я. Но я могу одно сказать, что все надо по молитве делать. По молитве. По молитве, если Бог смирит душу, Бог открывает свою волю, вот. И если этот есть мир в сердце, значит, это воля Божия. Понимаете. Когда нет мира в сердце, значит, это не воля Божия. Вот надо искать во всем волю Божию, по молитве и по вере. Ну да. Это единственный ответ на все. Искать волю Божию, но нужно и работать, не сложа руки, что я буду сидеть, когда воля Божия придет. Я должен, значит, и молиться, и работать. Так, Виктор, прощайся. Брат, я прошу вас, если вы будете, когда с Владыкой, значит, поговорите на эту тему, скажите. Вот мы разговаривали, как они, скажи, будут. Одинственные приходы, скажи, остались. Вот так, поговорите. Все, отключай нас, Виктор. Бог благословит. Ну все. До свидания. До свидания. Все, выключи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,